так и так здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас тесте lexus as 250 все-таки благодаря моим замечательным подписчикам мы нашли именно правильное 250 8 года которые сейчас дешево стоит все как классно все как всем нравится то есть она замечательно внешне классно смотрится это lexus да и они стоят сейчас на автору если посмотреть около там от 650 даже его машину но в среднем живые экземпляры стоит 750 800 тысяч рублей сегодня полностью вам расскажу про это автомобиль пусть у меня когда-то такой был про техническую часть что возможно там может сломаться расскажу про салон про комплектация потом мы замерим эту машину и полностью от тестируем это у нас рубрика бау значит покатушки у нас будут на следующей неделе по информации из грязи в князи ссылка будет в описании так приступим значит рано или поздно у каждого мужчины в общем то когда он достигает определенного положения в обществе когда муж и уже надоедает говорить о том как мало он расходует значит бензиновый логан или ford fog когда он уже наигрался в автомобильного экономного владельца у него наступает момент когда хочется немножечко роскоши хочется как какого-нибудь брендового автомобиля естественно он начинает смотреть в сторону замечательного д-класса там у нас начинается и трешка бмв в 90-м кузове и audi классная 4 который быстрый полноприводный за копейки в принципе и c-шки вот the best to nothing и lexus в общем-то я тоже когда-то вот столкнулся с таким выбором и в общем-то по большому счету да если мы рассматриваем новые автомобили если мы возьмем трешку а4 c-шку lexus то lexus теоретически будет проигрывать всем по динамике по качеству отделки салонов по шумоизоляции но и в принципе по престижности но когда мы смотрим вторичку именно на вторичке эти эти автомобили то там уже там там уже имеет значение во первых те люди которых на них ездили когда покупали новыми а их покупают спокойные водители и в принципе надежность конструкции как или я это заметил мы постоянно раньше встречались друзьями у него друга было 90 кузов у другого была пятерка боевая у меня был такой lexus и вот они каждую встречу он там день в кафешке сидим сначала один начинает говорить что у меня начинает рычаг на своей классной крутой бмв стучать и они спорят около месяца все-таки рычаг это или стойка стабилизатора успокаивая тем что это стойка стабилизатора и можно не менять следующий месяц они говорят что они пришли к выводу все-таки что это рычаг еще месяц они обсуждают как лучше поменять рычаг и лимфердер является тоже тем же самым что и в оригинале как бы или нет через еще месяц потом они говорят о том когда он все-таки набрал с опыта и поменял этот рычаг как теперь классно и тихо рулится его боевые и я тогда себя попал поймал на мысли что я даже за это время просто не заглядывал под машину и про мой lexus его никто не обсуждает потому что я ездил и просто не знал проблем я думаю что форумы владеет lexus v250 наверно о проблемах и как тачку проверять они самые короткие потому что эта машина самая надежная в своем классе у меня был такой же автомобиль только серебристый 2007 2007 года именно с таким же мотором сегодня у нас на тесте автомобиль самым распространенным v-образной шестеркой на шестиступенчатом автомате в общем-то по этим автомобилям я так понимаю меньше претензий но визуально у них самое яркое преимущество это их внешность эта машина очень красивая особенно когда она вышла в 2007 году и она просто произвела фурор но заранее хочу сказать что эти lexus и смотрятся именно хорошо именно в светлых цветах потому что когда автомобиль черный он крутой только когда новый или свежекрашенный потом со временем если машины больше 10 лет черная уже краска она становится не такая блестящая там появляются царапины из заколебешься их полеврать светлых цветах такой как этот они смотрятся фантастически с точки зрения дизайна привлекательности они ну не знаю они привлекают большое количество внимания в общем если вы придете смотреть lexus на вторичке вы сразу же естественно обратите внимание на вот этот вот стык потому что этот стык если меняли крыло или капот особенно если автомобиль был кривым его например его сильно били и потом выравнивали практически невозможно выровнять вот вот в этом положении до идеала всегда будет здесь перепад высот или здесь здесь более-менее все ровно потому что сам по себе зазор с а вот этот вот он прямой здесь просто чуть-чуть из-за замка пережат капот значит далее как только вы конечно же пройдетесь толщиномером по всем авто по всему автомобилю поймете что он практически не крашены а где-то вы найдете и полностью алюминиевые детали хочется обратить внимание вот на эту губу это самая большая проблема я тоже долго с ней очень мучился непонятно почему и сделали двухсоставную но зимой мы едем например сдаем задний ходом набивается снег или лед и она постоянно оттопыренная поэтому ничего страшного нет если например вы здесь найдете какой-то небольшой стык это абсолютно не значит что бампер меняли но в основном бампера тут у них у всех с повреждениями потому что низкий передний свет дает о себе знать то есть вот даже вот на этом автомобиле здесь у нас видны царапины повреждения краски вот эта губа постоянно у нас принимает все удары на себя также из основных проблем вы можете столкнуться что иногда у этих автомобилей мутнеет или запотевает фары это тоже не говорит о том что автомобиль это просто их какая-то особенность значит в среднем если мы сравним цены на запчасти например там на колодки на лобовое стекло на кузовщину то примерно у лексусов расходники стоят на 20 процентов дешевле чем у большой немецкой тройки значит следующая основная проблема внешнего вида лексусов это их диски которые со временем выходят из строя и из-за химии появляется что-то вроде коррозии обратите внимание здесь владелец покрасил просто перекрасил ему это стало четыре диска перекрасить пескостроем 8000 рублей ну и там с бортировкой там может это делать когда например резину перекидывать это тысяч в 10 будет и машина действительно стал лучше смотреться если в этот же цвет попробовать вот эту вот верхнюю хромированную линию покрасить то будет замечательно и визуально машина смотреться будет немножечко пободрее второе основная головная боль я думаю лексусу водов это передние тормозные диски и колодки которые стираются примерно уже к 30 тысячам километров непонятно почему 100 тысячам вы поменяете два комплекта передних тормозных дисков и раза четыре вы поменяете колодки значит но основная проблема которая по большому счету всех мучает это задний писк тормозов именно сзади потому что скрежет или еще что то потому что вся нагрузка здесь приходится на них во первых система стабилизации работает через них подтормаживая колеса стояночный тормоз тут в общем и со временем начинается неприятный скрежет потом вы меняете колодки все равно этот скрежет в общем-то остается в общем дорогое решение вопроса все полностью целиком меняются механизмы в сборе и диски и суппорта аджеса 350 и соответственно машины начинают лучше тормозить я решил эту проблему я поставил колодки ferroda вот и соответственно все проблемы решились он начал тихо ходить и без проблем значит следующая проблема часто мы сталкиваемся с тем что у нас страдает лобовое стекло даже вот смотрите здесь у нас есть заточковали хотя бы трещина прошла значит оригиналь оригинальная но не в оригинальной упаковке лобовуха называется эй джи си и она стоит около 15-18 тысяч рублей если вы закажете лобовое оригинальное на лексус то это будет практически то же самое но фирменной упаковке это будет стоить 30 35 тысяч рублей поэтому и лучше всего брать лобовуху без вот этой полоски она стоит визуально смотрится намного дороже из-за классной аэридномической внешности в общем-то у нас в основном страдает лобовуха но этот вопрос мы уже решили на этом автомобиле стоят разноширокие колеса сзади у нас стоит 245 на 45 r17 continental спереди 225 на 45 r17 вот соответственно ну для заднего приводного автомобиля это практически это нормально давайте посмотрим что у нас под капотом под капотом значит нас стоит обычная v-образная шестерка если честно я вообще впервые вижу это двигатель без пластиковой крышки потому что по-моему на своем автомобиле я ни разу его не не снимал 208 лошадиных сил непосредственный впрыск ну вот я ни разу не слышал что были какие-то проблемы с этим автомобилем ни раз этим двигателем ни разу это самый распространенный двигатель в принципе это правильная шестерка здесь много цилиндров и мощность не отмене невысокой налогов как бы у нас там мало и расход в среднем у этого мотора если вы едете по трассе ну не будем себя обманывать семь с половиной восемь по городу от 10 до 12 в зависимости от езды значит в основном у нас автомобили поставляются шестиступенчатыми автоматами но самое интересное если кто-то думает по поводу повышения мощности это коробка один 6 ступеней она рассчитана под момент по моему в 300 это двигатель выдает 270 предельный момент поэтому мне стоит здесь шутить с мощностью она предельная поэтому любая дальнейшая доработка она связана уже с заменой такого же автомата уже от лексуса 350 которые были в америке то есть там стояла шестерка объемом 3.5 ну в принципе camry мотор еще были комплектации с дизелем 2.2 но это большая редкость они в основном шли на механической коробке передач подвеска на поперечных рычагах там тоже нет ничего но самое дорогое что там может быть это нижний массивный рычаг от 12 до 18 стоит нижний рычаг это может быть самое дорогое что вы можете поменять у этого автомобиля примерно 100000 пробег здесь меняли один раз передние тормозные диски два раза колодки задние тормозные диски уже сейчас надо будет менять и колодки в принципе наперед колодки стоят от ну если мы говорим оригинал от 5000 рублей не оригинал там можно вообще там за три найти там за 4000 рублей и задние ну 2500 вот и бой ну фильтра масло естественно и больше никаких проблем с этим автомобилем не было вот в принципе все расходы за 100 тысяч километров и эта машина дальше будет ездить и вообще без проблем как-то радовать своего владельца но потом максимум что вы можете на что вы можете попасть прям максимум это на замену нижних рычагов значит а так следить за сотами радиатора не да и в принципе он не перегревается эти двигатели никогда здесь все достаточно просчитано да конечно вы не получите какой-то нереального разгона мощности как на бмв вы не получите какого-то гениального полного привода как на квадровых ауди вы не получите вот эту вот звезду трюк лучевую на капоте но поверьте этот автомобиль вам будет очень дешево обходиться и эта тачка очень надежная и кстати на вторичке они достаточно медленно теряют в цене давайте посмотрим салон значит по комплектациям есть автомобили то есть там так называемые три комплектации которые я видел значит это велюровые сиденья механическая регулировка руля и электропривод потом кожаные сиденья механическая регулировка руля и максимальная комплектация это это промежуточный у нас электропривод руля предмаксималка и регулировка электросидений а самое максимальное идет значит здесь с большим экраном Вот здесь, в этом автомобиле меня все радовало, кроме места Особенно это большая проблема для задних пассажиров Но все равно автомобиль 100 тысяч пробега Ни одного скрипа нигде нет Ну вот здесь тоннель чуть-чуть прижимается, но ничего страшного Обратите внимание, светлый салон и как он выглядит к 100 тысячам Здесь есть вентиляция сидений, светлый салон, светлый потолок Кстати, когда вот салон светлый, здесь ощущение, что в машине места намного больше, чем если бы он был черный Значит, вот это дерево, все у автомобилей царапается и приходит в негодность Визуально смотрится не очень, поэтому много автомобилей будут на вторичке Может у них тут карбон быть наклеен, еще что-то То есть сложно найти прям, ну это все переделывают Вот этот кусок пластика снимается целиком и можно его затянуть в какой-нибудь любой глянец Под вот этот свет серебристый или вот под вот этот вот проблем не будет Автомат здесь, как я уже говорил, 6 ступеней И проблем особо с ним мы не будем испытывать, если мы не будем часто ездить боком Чтобы отключить систему ДСЦ, вот, то есть на некоторых автомобилях нужно было нажать больше 5 секунд кнопку отключения А на некоторых нужно было делать вот тормоз, включение-выключение, аварийный режим, потом опять тормоз То есть там по-разному шло Очень правильное расположение лепестков на руле, то есть они ходят вместе со рулем Ну и все, комфортное сидение, кожа, все хорошо, все нормально В общем-то, ну не знаю, мне кажется, по цене-комплектации равным Lexus может быть только, возможно, Infiniti G35 и G37 Но вот Lexus покрасивее будет визуально И салон здесь получше В общем-то, вот сидение, конечно, вытягиваю Сидение просто шикарное Очень приятная на очи кожа Очень за эти деньги За 700-800 тысяч рублей Это прям правильный премиум На мой взгляд, про самую большую проблему этих автомобилей Про задние сидения Вот сейчас я вот отстроился, вот так бы я вот ездил каждый день Отстроился вот под себя Вот, значит, вот, все То есть места здесь нет Абсолютно никакого Поэтому если у вас рост больше метра 80 То девушки с длинными ногами ростом там Метр семьдесят три, метр семьдесят четыре, метр семьдесят пять Просто не будут помещаться Подлокотник большой, массивный Кстати, здесь не откидываются сидения Поэтому есть такое небольшое отверстие для перевозки лыж Там длинномерно груз Вот здесь задние дефлекторы В принципе Ну это самый основной недостаток Lexus Потому что сзади места просто мало Но, опять же, места мало, но зато какое шикарное заднее сидение Кожа просто в идеальном состоянии Действительно очень качественные материалы Здесь центральный тоннель Давайте посмотрим багажник Ну вот у нас багажник тоже Маленький Ну я не думаю, что тут Ну в основном в Lexus'ах лежат докатки В основном Поэтому полноразмерного заднего колеса Я уже не видел давно Кстати, эта машина в достаточно хорошем состоянии, вам могу сказать Ее даже в жопу не били Все правильно Все правильно укомплектовано Домкрат на своем месте Докатка Тоже Проушину, по-моему, буксировочную ни разу не доставали Так, в принципе, можно и состояние автомобиля определить Ну все, давайте попробуем прокатиться Вот значит я еду И вот думаю Вот в Москве очень все агрессивные водители Вот значит, у меня Владельца этого автомобиля будет спокойный человек В общем-то Ну вот зачем оперцовый баллончик здесь У меня у оператора в X3-м лежит это Знаете, бита, не бита Это милицейская дубинка Вот которая вот такая Спокойный, ребята Зачем вам вот эти все вещи Ну, может быть, мне некоторых вещей не понять И так, в общем, мы едем Сейчас, значит Ну у меня ностальгия Сейчас прям буду ностальгировать Я помню вот эти вот Первые свои Километры на нормальной иномарке Я так радовался Но тогда уже, конечно Вот в тот момент Этот автомобиль мне казался Идеальным Я не ездил на Более дорогих автомобилей Но сейчас Уже можно начинать докапываться Потому что начнем мы с того Что здесь Очень в парковочном режиме Тяжелая руль Для кого-то, может быть, нравится Такое сильное усилие Но для такой Неинформативности Вот мы не чувствуем Поворачиваем руль Мы колеса вообще не чувствуем Хотелось бы хотя бы такого Просто тупого Легкого Усилия Здесь бы оно подошло А он вот здесь вроде Такой Тугой Но вот Не чувствуем Вот опять же Мы не чувствуем Руля в положении Ноль То есть вот он Тяжеловат И неинформативен Вот лежачие полицейские Но плавно Плавно Эта машина Полностью за Шумоизолирована Но поверьте В обычном автомобиле Шумоизоляция Тоже очень приличная И самое главное Будет как бы Во время ускорения Потому что вот В6 мы здесь Вообще не чувствуем Это тоже, я считаю Небольшим минусом Потому что здесь Шестерка звучит Как будто здесь Четыре цилиндра Хочется какой-то Поставить выхлоп Или выбить катализатор Но хочется Более породистого звука А здесь двигается Очень поразительно Тихий двигатель Вот, вы чувствуете? Вообще у нас Три с половиной тысячи Оборотов уже На этом автомобиле Мы кроме шума Шин ничего не слышим Мы даже не слышим Как автомат Переключает передачи Настолько тихо В этом автомобиле Но владелец Этого автомобиля Пришел к Лексусу Не то, что он хотел Тройку Цэшку Или Ауди Он пришел С праворукого Японца У тебя какая Полмашина? Гиста Ордео Это до внутреннего рынка Универсал В общем По сравнению Вот С этим автомобилем Я даже такого Вообще не знаю Вот он пришел к Лексусу И он показался ему Шумновато Вот сейчас я сажусь Несмотря на то, что Конечно Машина прошумоизолирована Едет она неплохо Очень плавно работает Автомат Очень Это прям Лексус-Лексус Несмотря на то, что Он такой Низкий Смотрится очень стильно И современно Кстати Вот реально Машина смотрится Современно Очень правильные Четкие Повадки Лексуса В общем-то Для активных водителей Если вы уже Сейчас пересядете Вам этот автомобиль Действительно Реально Покажется скучным Но Прямо Основная суть Этого автомобиля Это долгие Прямяки Тут очень хорошая Аэродинамика Даже не то, что Здесь правильная Какая-то Прижимная сила Здесь очень хорошая Защита от ветра То есть Вот вы будете ехать 160-200 Вам вот боковой ветер Какой-то сильный Или еще Вы просто его не будете чувствовать Чтобы мы говорили О завихренниках Там при сильном бокалометре Бывает на некоторых автомобилях Тут тоже такого нет Благодаря вот этим Кстати Зеркалам Я их называл Формульные Просто вот Выпирают Какую формулу Один Здесь очень хороший обзор Вот Газпол Тормоза тоже такие Без претензий на гоночные Очень плавненькие Замедление у нас Как мы нажимаем педаль Так и автомат тормозит Но без какого-либо Вот такого Боевого Осаживания Ну в любом случае Когда ты едешь На Лексусе Видно, что это Лексус И это имиджевая машинка Потому что У меня вот не те Как бы ваши крестопомойки А у меня Лексус Мы все прекрасно знаем Что я меньше всех Вас Из немецкой тройки Трачу на ремонт И это самая надежная машина Вот за 100 тысяч Большая редкость Чтобы мы нашли БМВ Мерседес Или Ауди Где менялись Только маслые колодки Ну это большая редкость Для этого Для АЭС 250 Это прям закономерность Это уже не норма Если что-то случится Если конечно Автомобиль там Не сильно не бился Или ничего такого Страшного не происходило Но Прекрасно Тихий Комфортный И самое главное Чувствуется Что этот автомобиль Тяжелый То есть Вот он как утюг Стоит на трассе Хорошо, что здесь Есть Селектор Гарпозишн То есть Это говорится о том Какая Какая придача У нас Иначе вообще Непонятно Если бы даже тут Ставал вариатор Мы бы не поняли Непонятно На каких оборотах Если работает Климат Очень здесь достойный Очень Машина Быстро прогревается Зимой Никогда не было Никаких проблем Именно С каким-то там Холодным Запуском Потому что Это В Чебоксарах Там бывает мороза Там по минус 35 Всегда заводился Просто легко И непринужденно Единственная проблема Здесь может быть Зимой Или в дождь У меня была проблема Очень мыльно Работали дворники То ли они стираются Здесь То ли еще что-то В общем Кажется, что они Вот работают Но Стекло Как будто Слоем жира Покрывалось Я Оригинальные Поменял На дворники Чемпион И Ну это не оригинальные Дворники Но они Выпускают Для этих моделей И вся эта проблема Решилась А говорят, что Это достаточно частая Проблема Этих автомобилей И очень здесь Некорректно Работает система Круссовика То есть Например Если мы заедем По глубоким сугробам Как классно она идет Вот реально классно Вот едешь Прям чувствуется седан Спокойно Так размеренно И не хочется гонять Я ездил Тут на турботазу Помню Я тут уже 180 ехал Так Аааа Пятое А тут хочется поговорить Очень классно идет Прям вот Уверенно Уверенно Значит Здесь очень Некорректно работает Система ESP Когда вы заезжаете В сугроб Она очень Душит двигатель И вы очень быстро Застреваете Поэтому кто-то Ставит редуктора От более Мощных моделей С американского рынка В сборе С блокировкой Проблема решается Но это лучше Если вы сильно Прям заморочитесь Так просто Хорошая Шипованная резина Если вы живете Классно Мне нравится Вот Для вторички Прям самое то Да я понимаю Что Lexus Сейчас и дорого Стоит И все остальное И новое Не проигрывает И BMW Ауди И Mercedes Но Если мы говорим Про вторичку Там уже Ценности меняются И они По-моему Теряют меньше всех В цене Там Даже Говорить не о чем На самом деле Перед замером динамики Хотелось бы сказать В оправдании Этого автомобиля Потому что я что-то Не уверен Что он сейчас Прям быстро поедет Тут по регламенту Теоретически Нужно заливать Кстати перевели Автомобиль В режим Экто пауэр Здесь есть переключатель Сноу И пауэр Значит В бак Мы должны заливать Фирменные Вот эти вот Тойотовские вещи Типа Очистителя инжектора Потому что Здесь стоит Все очень сильно Завязано На частоте форсунок Вот здесь стоит Непосредственный впрыск И вот этот Факео распыления Должен быть очень ровный Поэтому если вы Следите Как мне сейчас Сказал хозяин Этого автомобиля Ну все Понимаешь Самое интересное Что все знают Что надо Да никто не заливает Какая разница В принципе В обычной жизни Едет у тебя машина 9 секунд Или 7,5 В принципе никакой А вот так Подумаешь Вот садишься в машину Шумоизоляция Хорошо Хорошая Чувствуется Что автомобиль Тяжелый Качественный Ну вот какая Замечательная Здесь первая Длинная передача Ты просто едешь Без второго Без включения Второй Еще чего Ну класс Вот Прямо Ощущение Премиум Здесь оно Неизбежно Так вот Мы до грузовика Успеем Соточку Ну брать Как оно Да А все Давайте пробуем 8,9 В принципе Неплохо Реально Неплохо Это быстрее Чем Королла 1,8 На вариаторе Не Реально Неплохо 8,9 Я думал Будет Секунд 10 Здесь нет Ощущения Динамики Что он валит Согласись Что Вот этого Такого здесь нет Спокойненько 8,9 Замечательно Хорошо Но они чувствуют Эта динамика Чувствуют Что валят Вот мы валим Руль такой Спокойный Непринусленный 160 Очень уверенно Держит прямую На высоких скоростях Я помню Что это отличительная Особенность Эти автомобили Прямо Замечательная Динамика Просто супер Да Этот автомобиль Не такой быстрый Дерзкий Как BMW И в нем Нет столько Пантолов Агрессии Да В общем-то Нет Вот этого Быстроты Быстрого Робота Мощных турбомотора Не знаю Уверенности В своем автомобиле На котором Вы можете Просто сесть Даже на автомобиле 100 тысяч пробега Вот у него владелец Объездил всю Европу На нем И он вообще Не павится Что он там Что-то сломается Масла Сколько он жрет Вообще Ты наверное Даже не знаешь Сколько он масла жрет Да Грамм 200 На 10 тысяч У Audi У ТФСА Моторов Вот этих Вот Ген 3 Норма Литр На тысячу То есть Вы понимаете Примерно Разницу Поэтому Я вот Лично От себя Потому что Я ездил На этом автомобиле У меня был Такой автомобиль Вот с уверенностью Могу посоветовать Если вы сейчас Все переживаете Что вы будете брать Там Audi BMW Присмотритесь К АС 250 Очень неплохой Имиджевый Автомобиль В принципе Это Лексус Это не Тойота Это уже И Он очень Нравится Девушкам Спасибо большое За внимание До встречи И чтобы Хотелось бы пожелать Чтобы вы Как можно Меньше Тратили денег На свой автомобиль И он Вас Как можно Чаще Радовал Спасибо И пока